Сегодня будем пробовать вот такой вот экземпляр. Клаус Лангхоф. Алкоголь-фри ред вайн. Приобрел я данное вино в супермаркете Пятерочка по цене в 250 рублей. Ну, показалось доступным по двум соображениям. Во-первых, германское вино не частые гости на наших прилавках. Во всяком случае, если мы имеем в виду бюджетную, доступную ценовую категорию. Ну, во-вторых, как явствует из этикетки, вино алкоголь-фри, то есть безалкогольное, как несложно догадаться, штука действительно интересная. Вообще, впервые пробовал подобный продукт. В этой связи, в первую очередь, возникают ассоциации с безалкогольным пивом, к которому наш потребитель привыкал, насколько я помню, достаточно долго, но в конце концов привык. И очередь стала быть теперь за безалкогольным вином. Ну, осталось, наверное, только придумать нечто вроде безалкогольной водки или безалкогольного коньяка, если уже не придумали. Ну, в самом деле, то есть, как вино, так и алкоголь, они вместе с человеком уже на протяжении нескольких тысячелетий, а сейчас получается такой резкий разворот. Ну, в другой стране XXI век, экологическое мышление, ЗОЖ, здоровье и тому подобное. И вот как раз такое подоспело лыка в строку в виде безалкогольного вина. Ну и, конечно, одно дело, когда мы потребляем вино в какой-то компании, и здесь алкоголь выступает в виде такого коммуникативного клея. Ну, а другое дело, когда в формате сингл или на пару с компьютером. Вот здесь можно, соответственно, обойтись и безалкогольным продуктом. Почему нет? Возвращаясь к германскому виноделию, несмотря на то, что оно находится, конечно, в тени таких мастандонтов, как Франция, Испания, Италия, или там вина нового света, тем не менее, оно там существовало достаточно давно уже, восходит корнями кримином античности, это Древний Рим. В Средневековье также оно было распространено на германских землях, несмотря на то, что, конечно, было не столь известно, как те же французские вина. Но, тем не менее, для внутреннего потребления вполне себе оно существовало, вина производились. Конечно, это в плане климата Германии не столь удачно расположено, как та же Франция, и немцам пришлось решать задачу получения качественного, хорошего вина из того материала, что есть. Ну, решили они ее трояким образом, то есть, во-первых, импортировали сорта винограда из той же Франции, как вот известно, Пино-Нуар, хорошо прижился на германских землях, или, как они его здесь именуют, Шпет-Бургундер, ну, понятная отсылка к Бургундии, к французской, это тот регион, с которым, собственно, Пино-Нуар и ассоциируется. Во-вторых, они улучшали местные автохтонные сорта, коих, в общем-то, немало произрастает в Германии, как белых, так и красных. Ну, а в-третьих, получались совершенно новые путем селекции или манипуляции различного рода. Ну, вот, причем совсем относительно недавно, это вот 20 век, германские ученые вывели ряд новых перспективных виноградных сортов, типа того же Дорнфельдера, по-моему, он называется, с той целью, чтобы вина из этих сортов получались такими структурными, полнотелыми, давали хороший цвет, аромат и так далее, то есть, чем немецкие автохтоны похвастаться особо не могут. Ну, надо сказать, что, конечно, если мы берем белые сорта, то их тот же Рислинг, наверное, многим известен, или Мюллер Тургау, но красные известные, конечно, поменьше. Ну, во всяком случае, если судить по нашему потребителю. Что здесь интересно, это вино столовое, то есть, низшей категории, германские вина, они производятся, то есть, есть и более качественные экземпляры, конечно, более качественные категории, были высокие, ну, в данном случае, вот, самая низкая столовая категория, с одной стороны, с другой стороны, здесь информация указана, во-первых, значит, собственно говоря, сорт винограда, сорта винограда, из которых данное вино сделано, во-первых, это сорт некий Тролленберг, но здесь, как бы, нужно сделать ремарку, я такого не нашел, есть сорт Тролленгер, немецкий сорт винограда, автохтонный, как раз, ну, он не так особо популярен, а вот второй сорт, это Шпет Бургундер, как раз Спино Нуар, помянутый, то есть, здесь, поскольку сам сорт достаточно, то есть, дает ароматные вина, с хорошей органолептикой, здесь есть на что надеяться, скажем так, а про этот сорт, про первый Тролленберг или Тролленгер, к сожалению, я вин из него не пробовал, ничего сказать априори не могу, во-вторых, и указан год урожая винтаж, то есть, 2019 винограда, и указан регион, винодельческий регион, в данном случае это земля Рейнольд-Фальц, расположена, я посмотрел, на юго-западе, то есть, на юго-западе Германии, вообще интересно, то есть, большинство как раз винопроизводительных немецких регионов расположены на западе, на западе Рейна, ну, или непосредственно на его, ну, в общем, рядом с Рейном и западнее. Также, конечно, существенно, но это не сказать, что в плюс данному вину, вино даже не полусладкое, а оно сладкое, то есть, здесь уже сахара более 50 грамм на литр, но это правда, это, ну, приближен, это, конечно, это уже выше границы полусладкого, вне всякого сомнения, то есть, здесь многое не побалуешься, ну, и плюсы, конечно, есть рис, что винопроизводитель, да, винодел может этим сахаром сгладить какие-то нюансы, которые, да, дефекты вина и так далее, и, в общем, не очень хорошее решение априоли, но, с другой стороны, в качестве, в плане удовлетворить любопытства, почему бы и нет, не попробовать. Сделано, но, как видим, в таком пикниковом варианте летнем, с такой вот популярной винтовой пробкой, ну, вкратце, наверное, все здесь, да, и несмотря на то, что оно безалкогольное формально, даже интересный момент, то есть, кассирша долго-долго искала, где же здесь все-таки, это самая акцизная марка, в итоге, после того, как ее просветил, что она не нужна, это, собственно, акцизная марка, поскольку здесь винута безалкогольная, до нее, значит, дошло. Но, надо сказать, все-таки алкоголь здесь есть, значит, 0,5 объема, ну, это как квас, наверное, даже ниже, или как кефир, ну, в общем, неважно. Ну, в целом, наверное, все, будем теперь пробовать. Открыло что-то совсем легко, подозрительно. Нет, ничего, подозрительно, нет, не подозрительно. Такой запах такой пошел, аромат такой спелый, сочный, ежевики от доминанта. Ну, какой-то зрелый, даже черешня, реально, ну, сахар, это, это, это дает сахар, по чем я и говорил, что с сахаром, наверное, и дурак сделать, да, ну, хотя я, я, я не винодел, я не знаю, но, но, да, такой вот именно зрелый, такой, позднелетний, такой стоит аромат, очень приятный. Сочный, сочный. Так, а вот оттенок, такой светло-вишневый, светло-вишневый. Ну, с другой стороны, пену-нуар, по-моему, не отличается, да, каким-то насыщенным оттенком особо, поэтому в этом смысле-то. А вот аромат сохраняется, аромат сохраняется, добавляется, да нет, ничего, не такой сливовый, сливовый, вот, нотка ощущается, даже не вишневый, а именно сливовая, вкупе с этой вот зрелой ежевикой. Но сочно, то есть, слюнки-то выделяются. Ну, в общем так, по цвету, ну, конечно, хотелось бы более насыщенное, что-то здесь, такой вот светло-рубиновый, вишневый, вот, в таком вот плане. Ну, и аромат такой настраивает на позитивный лад. Даже компот такой, компот какой-то, да, вот этот ягодный компот, такой эклектичный. Ну, достаточно, и такой небольшой, небольшой, есть, чтобы быть честными, да, предельно. Ну, не запас, не запас, какие-то веточки, вот, что-то такое, вот. Ну, такая легкая интонация, не доминирующая, но такой нюанс создающий. Ну, в общем, годится. Компот, компот, ребята. Это, это компот. Как описать, вот, первое слово, вот, которое попало, ассоциация, конечно, пришли на ум, это, конечно, компот. И, кстати, надо сказать, что здесь, забыл, значит, добавляется, помимо вина, которое делалкоголизированное, в состав входит виноградное сусло, концентрирование. В принципе, это допускается даже по нашему вот этому закону, об обороте этилового спирта. Допускается даже добавление виноградного сока. Но, с другой стороны, в какой степени это уже получается вино, да? Это вопрос уже философский. То есть, ну, здесь, как вот, я немножко соскобил контр-этикетку, там на оригинальной немецкой написано 85% вина, остальное это сусло и еще что-то, по-моему. Ну, в общем, это не 100% вино. А, да, а на вкус наргонолептика напоминает очень сильно компот или реально-реально виноградный сок даже. Сладкий виноградный сок. Ёлки-палки, а что здесь вот... Все-таки хотелось бы что-то какого-то винного услышать, больше какого-то винных интонаций, но чувствуется вот компот и сок. Вот в первую очередь. Ни танинов даже, вот... Даже кислотности нет. Есть вот эта сахарность, и... Ну, вот это компон... Ну, то есть вот ягоды, вот те, которые были изначально свежие, вот эта вот самая зрелая ежевика, вот даже здесь не чувствуется. Чувствуется просто какая-то переджемовая, то есть варь как варенье, вот что-то в таком духе. То есть ягоды, нет каких-то ягодных нюансов, но все-таки кашеобразное получается. Ну, вот не какие-то еловые иголки, небольшой такой призвук есть. Вот такая кистотность немножко пошла. Ну, это все-таки, может быть, непривычки, сложно сказать, но это на вино. Все-таки хотелось бы больше каких-то полифенолов здесь расчувствовать, а здесь, по сути, вот как вот компот сваренный с вареньем. Ну, как бы, смысл в таком продукте-то. Есть все-таки вот эта небольшая, то ли вот эти еловые действительно иголочки, немножко какие-то травки, ну, чуть-чуть совсем, едва-едва. Ну, то есть чувствуется. Ну, я, наверное, в общем, сказал, потому что, не знаю, я хотел бы здесь больше все-таки, собственно, того, ради чего потребляется красное вино. Это больше, вот именно полифенолов, больше танинов, вот структуры, ну, структура, в принципе, есть, такая компотная, да, здесь, но как-то вообще ее держит здесь сахар. Сахар держит. Не танины держат, а сахар. Поэтому, в этом смысле, я не могу назвать продукт удачным, но, за гость, она может быть, там, первый блинком, или, возможно, следует попробовать еще, еще таких вот безалкогольных вин, посмотреть из разных сортов. Тем более, все-таки, пинонуар, он же не, действительно, не особо-то танинистый вина дает, да, он такой, более такой, более элитарный, что ли, да, такое вино считается, более, такой, больше ароматное, но, и более того, если его использовать в качестве для изготовления розового вина тоже, вот как и в Германии в том числе. Поэтому, может, такой лайтовый вариант, вполне себе допустим, вполне легитимен, но, хотелось бы, да, для контраста что-нибудь еще такое безалкогольное попробовать, и тогда сделать какой-то назначенный выгод, но я, ну, каких-то вот недостатков я здесь, наверное, сложно, сложно судить, да, поскольку не с чем сравнивать, да, но я, в общем, не мой продукт, скорее всего, наверное, как-то так, наверное, деликатно выразится. То есть, особая разница, да, с каким-то виноградным концентрированным соком, вот, по крайней мере, на мой вкус, какой-то вот просто вот радикальный, да, я не могу увидеть, вот. Ну, вот такое какое-то мое мнение, не знаю, то есть, как его даже вот поставить какую-то оценку, я затрудняюсь, потому что, исходя из каких-то соображений, исходя из того, что это вино, или это безалкогольное вино, пока сложно, но я скажу так, что не то, на что я рассчитывал, скажем так, не то, немножко не то.